На самом деле мы не изменили своих планов, которые верстали в предыдущем году, в 2021, и все проекты и все программы, которые планировались к исполнению, они нами исполняются. И, безусловно, мы здесь за этим следим, и в фокусе внимания, конечно, находится исполнение национальных проектов. Но ситуация изменилась, безусловно, и, конечно, добавились новые задачи. Мы уже фактически 25 февраля начали разворачивать пункты временного содержания для людей, которые пребывали с территории Луганской Донецкой Народных Республик. Мы фактически 26 уже первых перемещенных людей приняли к себе в ПВР. На мой взгляд, достаточно эффективно эту работу организовали. По крайней мере, об этом говорят те люди, которые в наших пунктах временного размещения находятся. Всего на территорию, кстати, к нам прибыло больше 25 тысяч человек, и сейчас 68 ПВРов находятся в работе. Вторая задача, которая дополнительным таким сегментом на нас легла, это, конечно, все, что связано со стабильностью экономики в условиях санкций. Мы здесь не оригинально, практически все регионы этим путем идут. Создали оперативные штабы по контролю за экономической ситуацией, с периодичностью раз в неделю заседаем. Мы не только такие отраслевые индикаторы отслеживаем, но и общаемся напрямую с руководителями крупных предприятий и крупных банков. Ну и, собственно, исходя из этой информации, строим свою работу. Ну и, конечно, все, что связано с оказанием помощи территориям Луганской и Донецкой Народной Республики. У нас три района, которые за нами закреплены. Мы, на самом деле, уже с ВАИ начали взаимодействовать с нашими коллегами на подшефных, скажем так, наших территориях. Это три района ЛНР. Они, на самом деле, находились в составе Украины. Сейчас вошли в состав Луганской Народной Республики. Первое, что мы сделали, все-таки, понимая, что в той или иной степени они будут интегрироваться с Россией, мы показали тот уровень жизни, который сейчас есть в Российской Федерации. Пригласили своих коллег, руководителей районов с их коллегами к нам на территорию. Показали наши муниципальные районы, как у нас устроена жизнь, каких успехов мы добились. И, честно говоря, они были в такой известной мере поражены, потому что информационно до них доносили совершенно все по-другому, что у нас все плохо, все разваливается и полная беда. Уехали они отсюда воодушевленные, и мы пытались им эту мысль донести, что задача России подтянуть уровень жизни людей на территориях Луганских и Донецких Народных Республик. Станут они эти субъекты Российской Федерации или нет, но им решать. Вот до того уровня, который есть сейчас у нас. Мне кажется, что вот это такой самый главный посыл, с которым они от нас уехали, который транслируют у себя на территориях. Конечно, первые наши шаги были связаны с помощью восстановления объектов в социальной сфере и дорог на их территориях. Тоже все находится в не очень приглядном и хорошем состоянии. Мы сейчас там больше 40 объектов одновременно готовим что-то к началу учебного года. Медицинские объекты тоже там приводим в порядок. Помогаем, обеспечивая их необходимыми лекарственными препаратами, средствами ухода за больными и все, что связано с началом учебного года. Это учебники, это канцтовары, ну и еще там предметы школьной необходимости. Средств, которые мы на эти цели запланировали, достаточно. Работа уже организована. Наши три крупные подрядные организации находятся на территории этих трех районов. И по планам нашим все школы к первому сентября будут готовы. Соответственно, медицинские учреждения и объекты социальной поддержки там, ну чуть позже, до ноября, по планам все будет закончено. Плюс мы восстанавливаем дорогу между соединяющих три районных центра. Это тоже такой отдельный наш план, мы по нему работаем. Но мне кажется, это даже не самое главное. Все-таки мы хотели бы, чтобы там экономика оживлялась. И первые шаги уже сделаны, они достаточно успешные. Мы нашли российские компании, заинтересованные в покупке зерна, которая на момент начала проведения специальной военной операции находилась на складах у этих предприятий. И, собственно, они были брошены украинскими властями и не смогли это зерно реализовать. Сейчас мы такой механизм нашли, связали наши компании, которые у них закупают. Кстати, по очень таким привлекательным ценам, организовали всю работу, связанную с таможенными процедурами. Тоже, оказывается, непросто все это было. И сейчас вот эти 50 тысяч тонн, которые есть, уже вывозятся на территорию России и дальше будут поставляться на экспорт за пределы Российской Федерации. Собственно, эта схема будет работать и в долгую уже с учетом поступления там нового урожая. Но и это, наверное, еще не самое главное. Мне кажется, мы должны экономически более тесно завязаться. И сейчас мы нашли уже как минимум две российские компании, которые готовы инвестировать на территорию Луганской Народной Республики. Вот в этих трех районах инвестиции связаны с развитием животноводства и переработки сельхозпродукции. Считаем это правильно, потому что именно в этих направлениях развивается Воронежская область. И мы видим, что это такая хорошая отдача, хороший эффект имеет. Вот такие все направления мы отрабатываем. То, что касается восстановления нормальной жизни и экономики. Ну и, безусловно, наше культурное взаимодействие расширяется. Команда Миловского района участвовала в наших сельских играх. Они здесь к нам приезжали. Наши коллективы творческие выезжают на территорию районов. Их коллективы приезжали к нам на большой праздник, который мы устраивали здесь в Воронеже. Мне, кстати, было очень приятно, и даже несколько удивило. В конце июля такое видео поздравление от наших коллег, руководителей районов Луганской Народной Республики. С днем рождения видео поздравления не записали. И очень тепло говорили о нашей работе с ними, вместе организованной. И передавали благодарность жителям района. Вот в этих направлениях, собственно, основных мы будем продолжать работать. Работа в исполнительных органах власти, она такой своеобразный характер имеет. То, что называется себя с альпинистом, не сравнишь. Зашел на гору, поставил флаг, отчитался, молодец. А дальше что, вниз идти? Ну, это, собственно, не наш путь. Наш путь туда, вперед, вверх. Задачи настолько масштабные, приходится решать в органах исполнительной власти, что, наверное, там ни четырех, ни десяти, а может быть и двадцати лет не хватит. И это, на самом деле, все время поступательное движение в развитии должно происходить. Хотя мы всегда фиксируем внутри больших и важных задач, локальные такие успехи, которые достигаются. Ну, я примеры могу приводить. Допустим, наша работа в условиях пандемии, в 2020-2021 году. Сложно, многое было непонятно. Тем не менее, мы сумели и экономику региона сохранить. Мы росли и в 2020 году, и в 2021 году по отношению к 2019 году. Ну, по всем практически отраслям, а в совокупности экономика выросла. Мы очень правильно организовали работу, связанную с медицинским обслуживанием населения. Уже буквально к июлю месяцу, ну, к августу, мы развернули достаточное количество койек, оборудованных кислородом. Это не просто были изолированные койки, это полноценные койки для лечения. Всего таких койек у нас было 8,5 тысяч. И в пик, в октябре 2021 года, практически все было заполнено. То есть мы вот здесь то, что называется, угадали с количеством и очень правильно и своевременно все сделали. Ну, и, конечно, закупка лекарственных препаратов мы не испытывали проблем. Все это нам помогло достаточно спокойно, не без потерь, но, тем не менее, достаточно спокойно этот период пройти. Если там продолжать, допустим, медицинскую тему, то сейчас и в рамках национальных проектов многое делается для совершенствования оказания медицинской помощи. И мы дополнительно из регионального бюджета нашими возможностями эту работу еще расширяем. И здесь тоже можно говорить как об отдельном сегменте, где мы фактически уже такой комплексную услугу медицинскую оказываем населению. Это борьба с онкозаболеваниями. Мы фактически завершаем полный цикл наших учреждений, которые будут с этой болезнью бороться. Это скрининг хорошо развит, это диагностика, которая у нас очень хорошая, поликлиническое звено новое фактически построено в городе Воронеже. Все, что связано с лучевыми обследованиями, у нас достаточно оборудования. В прошлом году мы, ну вернее в этом году уже сдали детскую гематологическую больницу, где лечим деток, в том числе делается пересадка костного мозга. И сейчас завершаем строительство крупного объекта, хирургического центра. Ну это такой будет масштабный объект, который может быть даже не региональный, а межрегионального значения. И по поручению премьера Мишустина Анатольевича мы в этом году начинаем строительство финального фактически учреждения, которое будет заниматься этой проблемой. Это лучевая диагностика и лечение. Вот собственно здесь можно говорить, что такой комплекс задач, которые мы перед собой ставили, мы решили. Но это не значит, что мы перестанем этим направлением заниматься. Понятно, все будем совершенствовать, дополнять оборудованием и может быть и по объекту расширять. Пример из экономики можно привести. Мы ставили перед собой целью такое ускорение придать в развитии такого направления, как переработка сельхозпродукции. И этой цели, можно сказать, добились. Потому что мы за последние 4 года втрое практически увеличили объем инвестиций в эту отрасль. И сейчас она, ну такой отрасль-лидер в сельском хозяйстве. Которая, безусловно, позволяет нам практически, скажем так, максимально добавочную стоимость, добавленную стоимость оставлять на территории области. И, соответственно, получать от этого все экономические эффекты. Ну и, безусловно, это наша стратегия была. Это развитие животноводства, мясного и молочного. Мы активно этим продолжаем. Хотя она началась реализация еще в 2012 году. В активной фазе. Поэтому примеров можно приводить много. Но еще раз, наверное, нельзя будет сказать, что все проблемы в каком-то направлении решены. Мы там по дорогам, допустим, очень много занимаемся. И не только дорогами межрегиональными, дорогами межмуниципальными, но и сельскими дорогами. У нас отдельная программа. Мы там около 3 миллиардов рублей в год на эти цели выделяем. Понимаем, какие задачи нужно решить. Мы, считаем, за 5 лет сумеем большую часть проблем решить. А уже потом дальше будем, то, что называется, достраивать, дошлифовывать эту ситуацию. На самом деле, если есть люди, которые негативно оценивают наше взаимодействие с коллегами из Луганской народной республики, то их мизерно малый процент, честно говоря, может быть, где-то и промелькнула разово эта тема, но это точно не находит поддержки среди населения. Я вам хочу сказать, что наши люди крайне доброжелательно относятся к нашему взаимодействию и охотно, допустим, занимаются сбором гуманитарной помощи. Мы около 400 тонн гуманитарки только направили на эти территории, ну, не только в три района, мы на территории Луганска и Донецка направляли эту помощь. Это в основном либо пожертвование частных людей, либо это предприятие делает. Это не значит, что мы дали кому-то разнарядку и собрали эти предметы, эту продукцию и направили. То есть это инициатива самих людей и предприятий. Поэтому, честно говоря, еще раз для меня, ну, точно не является проблемой оценка нашей деятельности. Я считаю, что люди нас в этом поддерживают. Я хочу подчеркнуть, что средства, которые мы направляем на помощь районам Луганской народной республики, никоим образом не влияют на выполнение тех задач, которые мы перед собой поставили. Это средства, которые дополнительно поступили в бюджет нашей области. Мы, не сказать, что мы консервативный бюджет верстали, но такой, достаточно сбалансированный. Рост экономики позволяет нам получать дополнительные налоговые поступления в бюджет. И именно из этих средств формируется резервный фонд. Из резервного фонда мы направляем эти деньги на помощь Луганской народной республике. Поэтому наши жители от действий, связанных с помощью ЛНР, ну, точно никак не страдают. В нашем случае мы в большей степени принимали семьи с детьми. Это либо молодые мамы с малолетними детьми, либо это, наоборот, пожилые люди, которые приехали с внуками. Скажем так, вот, с точки зрения серьезного увеличения рабочих рук, рабочей силы, ну, собственно, мы здесь ничего особого не приобрели. Но всем этим людям, которые у нас находятся в ПВР, у нас сегодня, я говорил, что 25 тысяч прибыло, но на территории области находится около 6,5 тысяч человек. Всем им предложены места работы, ну, кроме пожилых людей, безусловно, вот, людям трудоспособного возраста, предложены места работы. Если у них подходящая специальность, они могут и некоторые трудоустраиваются в наше учреждение образования. Допустим, идут вот учителями, либо воспитателями в детские сады. В сельском хозяйстве у нас сейчас недостаток рабочих рук, и вот есть предприятия, крупные предприятия, которые вынуждены собирать людей для работы на каком-то центральном своем объекте. Там почти за 100 километров от этого объекта они подвозят людей для работы на нем, и если ПВР находится недалеко, мы предлагаем этим людям тоже работать. Еще раз, в силу специфики прибывающих людей у нас не так много людей работает, по-моему, около 200 человек всего трудоустроилось, но это только потому, что либо это мамы с детьми малого возраста, либо это пожилые люди, которые, собственно, конечно, наверное, уже и в силу состояния здоровья работать не могут. Поэтому такой проблемы с трудоустройством у нас нет, все, кто изъявляет желание, они все трудоустраиваются. На сегодня, мне кажется, очень правильная система взаимоотношений, по крайней мере, финансовых, между федеральным центром и регионами выстроена, и вот это слово лоббирование в нем практически не присутствует. Средства распределяются по методикам, они разные методики, кто-то с ними согласен, кто-то нет, но в целом они справедливы. И мы, честно говоря, да, мы регион пока являемся регионом дотационным, мы не испытываем сложности в финансовых взаимоотношениях с Минфином, либо с федеральным центром. Какие-то вопросы мы с ними согласовываем, но у нас остается достаточно большая степень свободы в распределении средств. Допустим, мы, как я уже говорил, получили фактически за первое полугодие дополнительные средства, не учтенные бюджетом в доходной части, и сейчас распределяем сумму в 4 миллиарда рублей, в основном на здравоохранение, на транспорт, на дороги, и в том числе на повышение заработной платы, как указным категориям работников бюджетной сферы, так и неуказным. Я, надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Плюс мы, безусловно, сделали резерв финансовых средств, связанных с исполнением поручения президента, по его поручению увеличен прожиточный минимум, соответственно, увеличивается пособие отдельным категориям граждан, которые мы их предоставляем. Поэтому мы полностью в этом смысле финансами обеспечены. И, планируя в начале года 6% рост заработной платы, мы ориентировались на инфляцию прошлого 2021 года, понятно, что инфляция в этом году будет выше. Пока Минэкономы ориентируют на уровень 15%, какие-то подвижки могут быть, и мы не хотели бы, чтобы наши люди, работающие в бюджетной сфере, потеряли в реальных доходах. Мы хотели бы сохранить реальные доходы, и, соответственно, на уровне инфляции будем стараться увеличить заработную плату. Средства у нас для этого есть, но, надеюсь, что все согласования мы получим. Для указных категорий работников мы это сделаем в обязательном порядке, и мы сейчас уже видим, что средняя заработная плата по области выросла на 12,3%, а в городе Воронеже около 15%. Мы ориентируем все предприятия, это уже третий год, мы с пандемией 2020 года начали это делать, ориентируем все предприятия с тем, чтобы рост заработной платы на них не был ниже инфляции среднегодовой, которая Росстатом фиксируется. Поэтому стараемся, еще раз, сохранить реальные доходы населения, не позволяя им снижаться. Правда, она оцифрована, скорее всего, в статистике, которую выдает Росстат. Я верю этим цифрам и считаю их объективными. И они показывают, что на самом деле резкого существенного снижения доходов населения не происходило ни в один из периодов на территории нашей области. Колебания были, но резкого снижения доходов населения не было. Посты о том, что 10 лет мне не поднимали зарплату, но, может быть, этот человек работает в такой теневой сфере, где они исключительно на личных расчетах строят свои взаимоотношения с руководителем. Может быть. Считаю, что ни одно официально зарегистрированное предприятие на территории Воронежской области не может себе позволить не поднимать заработную плату. Вы сами сказали, что у нас очень низкий уровень безработицы. У нас количество вакансий в 20 тысяч, количество безработных там меньше 10 тысяч, по-моему. Просто этих людей лишатся. Эти люди не будут работать за низкую зарплату. Да, она разная, она дифференцирована везде. Мы вчера вот в одном из районов области был, там, есть на предприятии зарплата 90 тысяч рублей, а средняя зарплата по району 44. Ну, наверное, дифференциация есть. И тот, кто получает чуть меньше 44, наверное, говорит, слушайте, я получаю мало, потому что вот они там получают больше. Я бы еще раз к этому относился очень взвешенно. И все-таки именно политику, стратегию, там, взаимоотношения с бизнесом в части роста зарплат, в части роста доходов населения строил на основании официальной статистики. Хороший вопрос. Наверное, у каждого человека есть свои потребности. И одному мало там 100 тысяч рублей зарплаты, а второй человек привык жить в более скромных, скажем так, условиях, и там 40-50 тысяч рублей вполне достаточно. Я считаю, что больше 50 тысяч рублей – это зарплата, которая позволяет нашим жителям области не чувствовать себя бедными. Они могут купить необходимые продукты, они могут купить необходимые предметы, и они могут себе позволить отдых достойный и времяпрепровождение. Чтобы на такой вопрос ответить, нужно часа полтора времени. Я постараюсь коротко. Если говорить о взаимодействии, у нас как бы систематизирующим, таким организующим регионом наша работа является Тульской области. И они на самом деле имеют хорошо развитую промышленность. Губернатор много этим занимается, и мы, общаясь с коллегами из Тулы, много стараемся у них перенимать, их подходы, в частности, в привлечении инвестиций. Хочу сказать, что по первому полугодию 2022 года мы и в инвестициях не потеряли, а есть даже рост на 2%. У нас годовой объем инвестиций порядка 280-290 миллиардов рублей. И вот по первому полугодию мы на 2% растем к уровню 2021 года, а 2021 год тоже был с ростом к году 2020. Поэтому в целом, если возвратиться к стабильности в экономике, и в частности в промышленности, то она наблюдается, эта стабильность. Мы выгодно отличаемся от некоторых регионов тем, что у нас нет моноотраслей, которые бы определяли экономику области. Все предприятия, ну, к такому классу средних предприятий относятся, и только некоторые такие, как Атомная станция Нововоронежская, завод Минудобрений Рассашанский, ну, это крупные предприятия. В основном мы предприятия такого среднего уровня, и диверсифицированная промышленность у нас, у нас нет еще раз такой преобладающей моноотрасли, которая, провалившись, потянула бы за собой сразу все направление там и всю экономику. Из мер поддержки, ну, их сейчас перечислять, наверное, смысла нет. Наиболее такие действенные могу несколько назвать. Это все, что связано со взаимодействием с Фондом развития промышленности, с льготным кредитованием. Наши предприятия активно этим пользуются. Там выгоднейшие, я бы сказал, даже условия от 1 до 3% стоимость кредитных средств. Это, конечно, для развития, это вещи, ну, крайне привлекательные. Мы как региональные, так и региональные фонды развития промышленности у нас достаточно эффективно функционируют. Второе, конечно, решение правительства федерального о моратории на уплату социальных взносов, ну, это просто такое решение, которое, на мой взгляд, оно может быть не очень сильно распиарено, но, на самом деле, масштабнейшее. И, если мне память не изменяет, около 1,7 триллионов рублей фактически осталось в экономике. Люди не уплатили эти взносы в фонды и могут ими распоряжаться для поддержания операционной деятельности. Конечно, это еще раз, это масштаб просто вот такой очень большой. И, если говорить о перспективах, о том, что можно было бы добавить, мы сейчас пытаемся все это прописать с точки зрения нормативной документации. Ну, как мне кажется, наши друзья, которые вводят в отношении у нас санкции, друзья в кавычках, конечно, они нас толкают на такой китайский путь, когда мы не связаны лицензионными правами, патентными правами, и можем продукцию аналогично, а может быть, превышающую уже по характеристикам действующие образцы, выпускать у себя, не оглядываясь на разработчиков этой продукции и на владельцев патентов и технологий. И здесь, на мой взгляд, вот в поручениях президента это прозвучало, вот мы сейчас пытаемся на своем региональном уровне это отработать, я это называю такой проект поддержки спроса новых предприятий, которые занимаются импортозамещением или производством импортных аналогов. Если государство сможет гарантировать инвестору спрос на его товар, гарантировать юридически, гарантировать экономически, то, мне кажется, инвестиционная активность среди малых и средних предприятий, которые будут заниматься выпуском вот такой продукции, замещающей исключительно импорт, будет расти, ну, очень быстрыми темпами. Поэтому считаю, что вот такая мера нам точно должна и может сыграть, и важно просто правильно сейчас прописать все параметры, допустим, вот такой меры поддержки, от гарантирования качества у этих производителей до гарантированного сбыта со стороны государства. Сам формат подготовки к проведению госсовета, то он предполагает не там сидение за большим столом, где там есть большой начальник, который управляет всем процессом, а остальные все слушают там и, ну, в лучшем случае, что-то там предлагают. Формат совершенно другой. Мы работаем в группах. Группы каждый раз меняются по составу, то есть нет постоянно действующих групп. И там то, что называется, все безгалстовы, все равны. Поскольку и проблемы, и пути решения этих проблем, но они примерно для всех одинаковые, то делиться на молодых там и не очень молодых, что актуально в моем случае, это неправильно, мы этого не чувствуем. Вот там, собственно, мы общаемся абсолютно на равных, никак не функционируя, что ли, вот у себя на более старших и на более молодых. Была такая шутка от старших товарищей, но это была шутка. Когда началось активное назначение молодых губернаторов, старшие товарищи говорили, происходит не омоложение, а озеленение губернаторского корпуса. Но это, еще раз, в моем понимании, это исключительно как шутка, потому что на самом деле вот те наши коллеги из нового поколения руководителей, они очень активны и очень креативны. То есть они иногда находят такие решения, которые, может быть, нам даются с большей сложностью принятия, потому что они такие более смелые, может быть, из-за того, что пока жизненный опыт не такой богатый, жизнь мало еще била. Но, тем не менее, конечно, мы видим вот эту их проактивность, и, честно говоря, она вдохновляет и заставляет думать, что все в России будет хорошо. Но в то же время опыт, который есть, особенно у губернаторов со стажем, которые много лет возглавляли регионы, такие маститые губернаторы, ну, для примера, вот из коллег, которые, так скажем, наибольший вес среди нас имели, это Савченко из Белгорода, Артамонов из Калуги. Конечно, мы к ним всегда прислушивались, потому что люди не только имеют колоссальный опыт, но и огромные достижения в развитии регионов. И там не воспринимать и не применять этот опыт, ну, было бы ошибкой. Поэтому я считаю, что вот в рамках госсовета это как раз сбалансировано. Еще раз, там неформальная обстановка, там правильные модераторы этого процесса, это не чиновники, это люди либо от искусства, либо еще откуда-то. И обстановки такой тяжелой чиновничьей работы там точно не присутствуют. Все заместить невозможно и, самое главное, не нужно, потому что есть такая страновая специфика в производстве некоторых видов товаров, где они добились наибольших успехов, имея уже гарантированный большой рынок, они, соответственно, выпускают продукцию с достаточно низкой себестоимостью. Поэтому пытаются сделать все самим. Сделать можно, но это будет стоить дорого. И по большому счету не будет никому нужно. Поэтому замещать нужно только то, что мы не можем сейчас приобрести по разумным нормальным ценам и по разумным логистическим, скажем так, путям из дружественных нам стран. Поэтому ничего страшного в том, что мы там не будем все производить у себя, точно нет. Нужно производить сейчас то, в чем мы крайне нуждаемся и то, что может составлять экономическую, скажем так, независимость или отраслевую независимость в нашей стране от возможного сбоя в поставках, это нужно продумывать, это нужно делать. И в перспективе это нужно держать. Но заниматься всем это крайне неэффективно. Пример нашей стратегии в производстве продовольствия. Мы обеспечили свою продовольственную безопасность, но это не значит, что мы производим все. Мы, слава богу, там, ну, не знаю, там, манго еще не стали выращивать, и хорошо. Безусловно, есть некоторые отрасли либо направления, там, той же промышленности, которые желательно локализовать практически полностью у себя. Но все, что касается производства вооружения и все, что касается заказов для армии, желательно иметь все у себя, потому что это критически важно, особенно в таких ключевых перспективных направлениях, как радиоэлектроника, как ракетные двигатели, ну, наверное, ряд еще там направлений. Понятно, что, извините, пистолеты и автоматы можно купить где угодно. Их там на рынке, ну, как у дурака-махорки. Поэтому такие перспективные, ключевые, важные, да, желательно все оставлять у себя. Но я считаю, что мы настолько тесно экономически завязаны с странами, которые мы называем дружественными, в том числе крупные страны, такие как Китай, Бразилия, ну, страны БРИКС, которые сейчас с нами сотрудничают, что просто кому-то со стороны вот сделать нас не партнерами, а недругами будет крайне сложно. Ну, плюс мы понимаем, что все те наши коллеги из правительства Российской Федерации в администрации президента, кто занимается внешней политикой, они, безусловно, руку на пульсе держат и многое делают для того, чтобы мы такие связи дружественные сохранили. Поэтому вот этот комплекс экономических взаимосвязей и политического взаимодействия, мне кажется, обеспечит нам стабильные отношения с ними. Мы на Запад не перестаем смотреть наши друзья из Белоруссии, очень активно включились в наши совместные проекты, они у нас устроят крупнейшие наши социальные объекты, допустим, школа там на почти 3000 мест, стадион футбольный, огромный детский садик на 600 мест, две школы еще там в районах области. Мы договорились с ними, они будут сейчас там строить целый поселок по технологиям и из домокомплектов, которые будут произведены на территории Беларуси, а мы, соответственно, выделяем землю и попробуем организовать такую годную ипотеку для покупки этого жилья. Плюс уже инвестиции взаимные тоже происходят, они всегда были, но сейчас мы так более пристально на это смотрим и стараемся информационно поддерживать эти процессы, то есть уже и инвестиции взаимные есть, не говоря о том, что растет товарооборот. Конечно, сейчас многие наши предприятия переориентировались с поставок напрямую с предприятий Западной Европы и Америки на предприятия Юго-Восточной Азии или Центральной Азии, либо Латинской Америки. Это не значит, что они покупают исключительно продукцию, произведенную на этих территориях, это в том числе и такие логистические пути, которые выстроены. Но, безусловно, мы должны более внимательно смотреть на наших партнеров на Востоке. Ну, Китай, это само собой уже ни у кого не вызывает, здесь сомнения Индии, безусловно, и мы пытаемся сейчас такие в сфере сельского хозяйства наладить более тесные связи и больший объем поставок в Индию, в частности, растительного масла. Страны Центральной Азии, бывшие наши, советские республики, они активно развиваются. Я буквально неделю назад был в Ташкенте, в Узбекистане. Ну, так, в общем-то, стоит присмотреться, потому что это уже не только сельскохозяйственные государства, да, но уже и промышленность у них активно развивается. В частности, мы смотрим там на возможность обмена технологиями в переработке газа. У них достаточно неплохо все это организовано, тем более, что это наша Побратимская область, Кашкадаринская, поэтому планируем еще одну встречу в сентябре провести на их территории. Здесь я бы на чем внимание остановил, не нужно только ограничиваться контактами официальными на уровне региональных правительств либо государственных контактов. Конечно, субъекты экономики должны прежде всего эти контакты устанавливать. И, насколько я понимаю, наши руководители предприятия активно этим занимаются. На мой взгляд, у нас общие геопоэтические цели у России и у Китая, поэтому здесь как бы предпосылок для серьезных разногласий у нас точно не должно быть. Если вернуться к нам, мы сейчас из новых продуктов, которые поставляем на Китай, это продукты переработки сельского хозяйства. Это мясо, в том числе мраморная говядина, которую мы производим на территории нашей области, лучшую в России, хочу сказать. Это масло растительное. Мы уже тоже логистически все это выстроили, как туда идут поставки. Это продукции машиностроения. Мы поставляем станки, в том числе тяжелые механические прессы на территорию Китая. Ну и, в принципе, такой он может быть не очень большой с точки зрения объемов по каждому предприятию, товарооборот он существует. Мраморная говядина – это, собственно, наш бренд уже, и не так много ресторанов в Москве, которые носят название городов. Ресторан «Воронеж», допустим, где готовят вкусное мясо, и там мясо исключительно воронежское, насколько мне известно, или как мне говорили. Это, безусловно, то, чем мы отличаемся от многих регионов, это вот производство мяса. Конечно, эта авиационная промышленность сейчас, может быть, пока наш завод не лучше в Рене переживает, но я уверен, что он восстановит все производственные мощности, и наши ИЛы, в том числе ИЛ-96, как марка, которая производится в Российской Федерации только на территории Воронежской области, широкофюзеляжный самолет, это по-прежнему остается, я думаю, что они будут востребованы наряду с другими изделиями, которые там будут производиться. Но, честно говоря, я сторонник такой политики макрорегионального развития. Нам нужно как можно меньше продолжать конкурировать друг с другом, и как можно больше начинать взаимодействовать. Я против госплана, который там до последнего гвоздя все распределял, но взаимоувязывание программ развития регионов, тем более соседних, обязательно нужно. В том числе и правильное планирование инвестиций. Вот чтобы не получилось так, что в борьбе за инвестиции регионы становились бы такими инвестиционными офшорами, когда мы все всем прощаем, там, инвестору, да, все отдаем ему за бесплатно, в итоге ничего не получаем, ну, кроме рабочих мест, да, что тоже, в общем-то, неплохо, но хотелось бы еще и бюджетные инвестиции иметь, хотелось бы еще и социальную политику правильную от крупных инвесторов на территории присутствия получать. Поэтому я сторонник такого макро-регионального планирования в развитии и думаю, что это правильный подход. Я не говорю про отмену конкуренции. Я за соревновательность, но она не должна быть самоцелью. Мы говорим об эффективном развитии страны и без взаимоучитывания хотя бы тех процессов, которые происходят на территориях, тем более на соседних территориях, правильно строить политику развития будет невозможно. Ну, извините, если там рядом с Липецком мы начнем строить второй металлургический комбинат, вряд ли это будет правильно. Поэтому, еще раз, конечно, региональную специфику всегда нужно учитывать. И при планировании особенно крупных инвестиций, мне кажется, здесь участие федерального центра, коллег из, если это отраслевые министерства, брать Минпрома либо Минсельхоза и Минэкономразвития, на мой взгляд, даже обязательно, а не желательно. Ну, на самом деле, в инициативах нас никто не ограничивает. Ограничивающими факторами являются, конечно, ресурсы. Поэтому, по большому счету, говорить о том, что губернаторы, там, люди, зависимые исключительно от решений федерального центра, это неправильно. Целевая поддержка или, скажем так, просто котловой такой способ поддержки, когда выделяется одна сумма и распределять, как хотите, на мой взгляд, все-таки целевые подходы, они более правильные и всегда внутренняя политика в регионах финансовая строилась на так называемом программном целевом методе, когда мы разрабатывали программу по достижению какой-то цели и под нее планировали ресурсы. Такой же способ взаимодействия и региональных бюджетов с федеральным бюджетом, на мой взгляд, достаточно эффективный. И еще раз повторюсь, сейчас с правительством Российской Федерации работать достаточно комфортно, они фактически работают в таком штабном режиме, вопросы решаются очень быстро и, на мой взгляд, достаточно честные методики распределения финансовых средств между регионами. Я считаю, что полномочий сейчас у нас достаточно для того, чтобы решать задачи на своих территориях. Больше того, мы через те же элементы системы работы государственного совета можем оказывать влияние и на принятие решений на федеральном уровне. на мой взгляд, сейчас все сбалансировано, отстроено, и каких-то дополнительных решений там по наделению даже не полномочиями, а ну, свободой действий, что ли, да, мне кажется, они не нужны. Каждый губернатор в своем регионе достаточно самостоятельный человек. Да, да, здесь, конечно, есть факторы ограничивающие. Мы принимаем решения не единолично, у нас есть и представительные органы власти, и на муниципальном уровне, допустим, и на областном уровне наши региональные парламенты. Мы, допустим, очень тесно взаимодействуем с нашими коллегами-депутатами, ну, как пример. Мы в этом году закончили разработку пятилетнего плана инвестиций в социальную сферу области. На пять лет мы такой план разработали, все объекты, которые будем строить за бюджетные деньги. И прежде чем принять решение об этих объектах, мы провели огромную, колоссальную работу с депутатами через профильные комитеты, они, соответственно, на территориях общались, от которых избирались. И, на мой взгляд, такой сбалансированный подход у нас получился. С одной стороны, мы отраслевые как бы приоритеты все постарались учесть, но, с другой стороны, и постарались достаточно честно территориальные задачи учесть, и, собственно, нет территорий, которые бы получили там все возможности, а были бы территории, которые вообще ничего не получили. Поэтому я считаю, что здесь нужно, ну, такой вот комплекс взаимодействия, начиная от федерального уровня до муниципального, он должен сохраниться, и здесь оторваться, и говорить, что я самостоятельный человек и буду принимать решения единоличные, это неправильно. С точки зрения адаптации я каких-то серьезных проблем не испытываю, потому что нужно понимать, что, безусловно, нам в этом помогают наши коллеги из пресс-службы, и какую-то часть работы делают они, что-то делаем мы напрямую в нашей работе. Поэтому я особых, еще раз, неудобств или проблем размещения материалов в наших российских телеграм-каналах, ну, я этого не чувствую. И в соцсетях, соответственно. Заменит ли общение через электронные средства личное общение? На мой взгляд, нет, потому что, конечно, в электронном формате присутствует анонимность, и там человек может не всегда говорить правду. Поэтому, когда личное общение, все-таки оно дисциплинирует. Поэтому я считаю, что уйти исключительно в соцсети, ну, точно это будет неправильным решением. И мы сохранили формат личных приемов в приемных губернатора. Они у нас в каждом районе есть, и при поездке в район мы принимаем людей в приемных губернаторов. Все коллеги мои до уровня руководителя управления департамента тоже принимают и осуществляют личные приемы. Ну, и, естественно, здесь, на территории области, в нашей приемной областной мы тоже такую работу ведем. Поэтому я считаю, что никакое общение дистанционное не заменит личное общение. Нужно правильно скомпилировать и тот, и другой формат, и тогда, наверное, эффект будет. Наиболее эффективным, на мой взгляд, является такой распределенный способ в том числе общения с населением. Я инженер по образованию и уже на самых первых своих шагах инженерских понял, что, допустим, в автоматизированных системах управления самым правильным алгоритмом была эта распределенная система управления, когда какие-то маленькие фрагменты ведения процесса регулирует собственно прибор, который замеряет тот или иной параметры, а на центральном процессе расходятся только такие уже для обработки сигналов и для принятия каких-то кардинальных решений. Вот, собственно, такую систему, мне кажется, взаимодействие с населением нужно устраивать. Это приемные, это депутаты обязательно, это общественные организации, прежде всего общественная палата, как органы, который координирует многие общественные структуры, и, соответственно, дальше это уже региональная власть, правительство и губернатор. Да, читаю, много называть не буду, но, допустим, постправда. Я читаю, как правило, несколько книг одновременно, дома, как правило, в бумажном варианте, сейчас эта книга называется «Дом листьев», но такой модный триллер. В командировках, понятно, на электронных носителях, сейчас вот в преддверии выхода новой книги Пелевина, ну вот, там перечитываю что-то из него. Если говорить о том, что запомнилось, ну вот, тот же Пелевин, устами Парфиль Петрович, по-моему, там такой персонаж есть, он такую достаточно критичную оценку дает вашему собрату критикам и отчасти блогерам. Там так написано все изрядно критично, но где-то в точку. Фильмы, ну да, сейчас вот мир дикого запада очень актуально. Их даже машины не любят, не говоря уже о людях. Но это сложный вопрос на самом деле, потому что, как бы, внутренние ощущения и мотивации могут не совпадать с восприятием внешнего наблюдателя. почему я это делаю и как я это делаю. Поэтому, на самом деле, сложный вопрос. Я бы такое чисто человеческое качество в себе назвал. Я человек неравнодушный. И если есть возможность, если я вижу, если есть возможность помочь человеку или людям в проблемах, решении проблем, либо в беге, я с удовольствием это делаю. Я в прошлом был успешным инженером, поэтому, если да, то почему нет? Для меня патриотизм это делать реальные дела на благо, как бы это ни звучало, высоко Родины и людей, которые тебя окружают. Для меня именно в этом заключается и здесь ключевое делать и делать во благо. Если позвольте, чуть развернуть чем близко. Очень много появилось людей, которые еще вчера хаяли и Россию, и руководство страны, а не дай бог что-то случилось в армии, так они там извините, слюнями все забрызгают в Муссоли эту тему. Сейчас они все стали национал-патриотами и топят за Россию матушку от океана до океана, за СВО, за то, что мало крови на Украине. Такие национал-патриоты еще раз вчера только всякий бред навольнятный печатали у себя либо писали радовались жизни, а когда стало опасно об этом и когда ответственность за эту ложь или полулошь нужно будет нести все стали национал-патриотами. Вот их все время хочется спросить ребята вы какого национала и чего патриоты? поэтому еще раз патриот не должен переобуваться. А это люди похожие на шизофреников. У них в голове одно, а на языке другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok